Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта inetcom.ru В этом видеоуроке я покажу вам, как подключить жесткий диск к своему компьютеру. Сразу хочу вас предупредить, что это не сложно и это не займет много вашего времени. Итак, давайте сразу приступим. Первым делом подготовьте системный блок. Отключите питание и отсоедините от него все кабеля, чтобы они нам не мешали. После этого снимите с системного блока боковую крышку, открутив два винта сзади. Сейчас мы уже видим внутренности нашего компьютера. Обратите внимание на правую нижнюю часть системного блока. Здесь расположены отсеки для подключения жестких дисков. Возьмите в руки свой жесткий диск и аккуратно вставьте его в свободный слот. Главное, чтобы разъемы для подключения были повернуты внутрь системного блока. Здесь также должны совпасть отверстия в жестком диске и на самом слоте, где подключен диск. Эти отверстия мы будем использовать для фиксации. Берем четыре болта и крепим с одной стороны. И с другой. Отлично! На данном этапе завершена установка жесткого диска в системный блок. Теперь нам нужно его подключить к материнской плате. Для этого в современных компьютерах используются кабель SATA питания и кабель SATA интерфейс. Выглядят они следующим образом. Первым делом подключите SATA интерфейс к жесткому диску. Обязательно подключайте правильной стороной. Если вдруг чувствуете, что кабель не заходит в разъем, то попробуйте подключить его другой стороной и он обязательно влезет. Другую сторону кабеля нужно подключить к материнской плате. Ищем подходящий разъем и подключаем. Обычно данные разъемы расположены внизу платы и помечены надписью SATA. Остается последний шаг – подать на жесткий диск питания. Берем кабель SATA питания и подключаем его в жесткий диск рядом с первым разъемом. Другую сторону этого кабеля нужно подключить к блоку питания. Рассмотрите отходящий от блока питания провода и найдите разъем для подключения. Кстати, если у вас уже подключен другой жесткий диск компьютера, то скорее всего от него уже отходит питание и им конечно можно воспользоваться, чтобы не плодить новые провода. Вот так он может незаметно висеть среди проводов. После подключения жесткого диска в системном блоке мы переходим к настройке его в системе. Закрываем крышку системника и подключаем обратно все провода. Включаем компьютер. Если у вас новый жесткий диск, то скорее всего он сразу не определится с системой и надо будет его отформатировать. Откройте раздел компьютер и посмотрите не появился ли жесткий диск. Если нет, то следуем инструкции далее. Жмем по разделу компьютер правой кнопкой и выбираем пункт управления. Далее нам нужна вкладка управления дисками. Внимание, здесь главное ничего не напутать и не удалить данные с нужных дисков. Находим здесь новый жесткий диск, форматируем и при необходимости присваиваем ему букву. Ну вот, как видите, в современных компьютерах подключить жесткий диск к компьютеру очень просто. Остается лишь упомянуть, что кроме современного интерфейса SATA существует еще и DE, который используется в старых компьютерах. Выглядит он следующим образом. Ну а теперь давайте подведем краткие итоги. Итак, чтобы подключить жесткий диск, нам нужно выполнить 4 шага. Первое. Установить жесткий диск в свободный слот. Второе. Подключить жесткий диск, используя SATA интерфейс. Третье. Подключить жесткий диск, используя SATA питание. И четвертое. Настроить жесткий диск Windows, если он не определился автоматически. На этом у меня сегодня все. Желаю удачи при подключении жесткого диска. Субтитры сделал DimaTorzok